Мастер и Маргарита 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 досталось военному вождю дюли и трансильвания довольно рано отпочковалась и приобрела как бы самостоятельность от вот остального этого племенного союза ну кабары поселились на севере венгрии эти три кабарских племени они защищать должны были защищать границы вот этого нового образования от других вторжений ну и так далее и тому подобное то есть племена расселились по землям а как было принято в то время племена делили земли между родами и вот внутри этой племенной территории расселились родовые группы к то каждая из которых имела своего свою главу со своим именем и истории в истории венгрии сохранились топонимы которые свидетельствуют об этих вот родовых именах это очень важный момент потому что и в современной топонимике венгрии мы видим эти следы а кроме того это важно еще и потому что в средневековой венгрии генеалогия очень часто велась от этих вот родовых имен имен когда хотели доказать древность рода то тогда говорили а вот этих этих вот родовых главах родов после этого но нельзя сказать что венгрии осели на этой земле потому что они еще оставались полу кочевыми народами и та территория которую они заняли было для них с одной стороны стартовой площадкой для набегов венгрию что произошло дальше а кроме того это были стойбище стоянки для их пастбищ так что пока еще о том что венгры осели изменили образ жизни говорить очень еще даже нельзя началась эпоха венгерских набегов на европу которая заняла больше полувека информацию о набегах венграх мы получаем из огромного количества европейских западноевропейских источников это и деяния саксов ведукинда корей карвейского и история сент-галинского монастыря экки херда 4 то есть огромное количество материалов из них мы узнаем о том что первые набеги венгров на западную европу начались еще при карле великом но они были не слишком успешны потому что карл отбросил их на панонские земли и только после распада империи карла великого когда между наследниками великого императора началась борьба за дележ территорий борьба за титул и венгры снова возобновили свои набеги и нужно сказать что сами европейцы поощряли первоначально эти венгерские набеги потому что привлекали венгров для решения своих внутриполитических дел так вот 899 году два претендента боровшиеся за императорский престол арнуф арнульф и беренгар привлекли венгров в свои отряды до в свои войска для того чтобы бороться друг с другом и с этого момента венгра сражались на обеих сторон да и венгры с этого момента начинают постоянно совершать набеги европейские территории и чем для нас важен этот вот 899 год тем что венгры смогли проложить маршруты самые короткие самые удобные дороги в западную европу те пути по которым они могли бы пройти с лошадьми для того чтобы всегда находить какое-то пропитание себе набеги венгры совершали отрядами одного из одного-двух племен и причем каждый отряд действовал сам по себе то есть это не было какая-то слаженная единая вот орда которая вот нападала на европу ничего подобного не было но конечно же в отдельные моменты все отряды объединялись для того чтобы ну совершить какой-то решительный бросок поучаствовать в решительном сражении но тем не менее каждый отряд прекрасно знал о том где он находится и что делает и в качестве связи венгерские отряды использовали такие сигнальные огни но они не просто зажигали костры чтобы обозначить место своего пребывания они поджигали города и села где в этот момент они находились одним они соответственно складывали мокрые костры которые вот дымом обозначали где находится в данный момент каждый из отрядов конечно же с одной стороны это позволяло самим венгерам прекрасно ориентироваться кто где находится но с другой стороны это облегчало и задачу для народов тех территорий которые венгры завоевывали потому что они знали где находится враг и использовали это время для того чтобы спастись и укрыться в каких-то крепостях от венгров успех венгров в первую очередь был связан с тем что они основа их войска была легкая конница и они использовали в огромном количестве пике которые были вероятнее всего по свидетельству современников длиннее чем у остальных европейцев за счет этого они преуспевали в таком скажем в дальнем бою но и кроме того венгры были прекрасными лучниками и это делало все их походы весьма успешными ну и кроме всему прочему венгры использовали такую специфическую тактику которая была известна на востоке но неизвестно на западе они сначала совершали такую активную атаку а потом такой вот притворились и ступы да потом даже как бы отступали враг бросался за ними за венграми и попадал в подготовленные ловушки и венгры соответственно праздновали победу и вот благодаря своей тактике венгры смогли дойти и до а пули они доходили до костили до бургундии и венгры проводили вот свои набеги таким образом что они нападали целенаправленно на одни и те же территории и смысл стоял в том чтобы не просто ограбить а довести население до такого состояния что население этих территорий жаждало заключить мир с венграми и откупалась ежегодной данью и таким образом цель венгров превратилась ну вот сошлась к тому сошла к тому чтобы взимать дань с тех народов которые они уже скажем так один раз покорили и ограбили и вот осталось огромное количество очень интересных записи современников о тех набегах которые совершали венгры и такой наверное самый интересный сюжет связан с захватом санкт-галинского монастыря в 929 году который нам оставил монах экихард и основывал он свои записи на рассказах одного из монахов монастыря который отказался уходить вместо с остальными монахами когда возникла венгерская угроза и отказался уходить из-за того что костелян не выдал ему шнурки для ботинок он скажет он будет сидеть до тех пор показать костела костелян перед ним не извиниться но от костелян ушел вместе с остальными а этот монах остался монастырь находился в швейцарии соответственно орды венгров ворвались в этот монастырь но поскольку они уже в течение нескольких дней жгли сигнальные огни то монахи успели эвакуировать все свои драгоценности и венгры носились по монастырю пытаясь найти хотя бы что-то и поскольку найти ничего кроме двух бочек вина они не смогли то они решили что единственное хотя бы что они смогут получить от этого монастыря это золотой петушок который венчает колокольню монастыря и вот два венгра полезли туда но соответственно не смогли снять этого петушка упали один из них разбился и тогда еще один венгр решив так сказать вот отомстить нехорошим монахом и нанести мусором такое оскорбление монастырю решил как пишет вот этот тот монах опорожнить свой желудок на крышу церкви то соответственно полезно крышу церкви тоже сорвался и погиб ну и соответственно божественная кара естественно его велю оси да да были устроены похороны в результате которых чуть весь монастырь не сгорел потому что венгра согласно языческой традиции еще сжигали своих покойных а потом был устроен праздничный перной видимо и поминальная тризна и заодно и так сказать отпраздновать захват монастыря но при этом свидетели не тронули не тронули потому что свидетель производил впечатление такого дурачка но он действительно был таким простодушным человек и он в общем из-за шнурков обидит себя да и он пел да и он подкупил венгров тем что когда они собрались открыть вот эти единственные две бочки вина которые они обнаружили в монастыре он спросил их так наивно а что будут делать монахи когда вернуться после вашего ухода и соответственно венгры проявив благородство души оставили эти две бочки вина ну а потом он конечно развлек венгров тем что стал петь церковные песнопения религиозные песнопения настолько это венграм понравилось что они стали танцевать под его песни ну и пощадили его жизнь такое интересное описание вот это событие осталось но надо сказать что не все походы венгров проходили так успешно и уже начиная с середины 20-х годов венгры стали получать первый отпор и вот первый отпор венграм 920 до 920-х годов первый отпор венграм стали давать германские императоры и вот 924 году император генрих 1 птицелов одержал первую победу над венграми ему даже удалось захватить в плен одного венгерского вождя и венгры не хотели оставлять своего вождя в плену и поэтому стали предлагать императору любое количество золота и серебра для того чтобы выкупить своего вождя но генрих птицелов проявил политическую мудрость и предложил за вождя 10 лет мира между венграми и империи венгры на это согласились и вот эти 10 лет генрих 1 птицелов использовал для того чтобы подготовить государство для борьбы с венграми генрих 1 птицелов саксонский герцог из рода людольфингов король германии основатель саксонской династии прозвище птицелов основаны на недостоверном рассказе о том что известие об избрании его королем застала генриха за ловли птиц своей политике он опирался главным образом на земли домена саксония и владения вестфалии генрих преобразовал войско создал сильную рыцарскую конницу построил ряд бургов в восточной саксонии для борьбы с венгерскими набегами начал захват палапских славян присоединил лотаринги политика генриха 1 подготовила усиление королевской власти при его сыне от тони первым и вот еще до окончания срока этого десятилетнего перерыва в девятьсот третьем году он собрал ну наверное можно сказать народное собрание обратился ко всем своим подданным с такой вот проникновенной речью заявив о том что все последние годы он был вынужден обирать своих несчастных подданных для того чтобы платить дань и венграм а теперь он предлагает им последний раз отдать все что у них есть для того чтобы нанести удар по венграм и вот народ согласился с тем что с венграми нужно бороться и в девятьсот тридцать третьем году германцы отказались германской империи отказалась платить дань венграм и когда венгерский такой карательный разведывательный отряд вторгся на территорию германской империи то в качестве дани они получили мертвую жирную собаку ну и соответственно это было такое вот огромное оскорбление для венгров и началась карательная экспедиция которая для венгров закончилась весьма печально потому что они столкнулись очень плохими природными условиями были постоянные дожди и лошади в этой грязи не могли продвинуться не могли двигаться и жители маленьких немецких деревенек и городов сами нападали на венгров и соответственно описывается в деяниях саксов несколько случаев когда венгерских воинов и даже одного вождя утопили в грязевой яме и соответственно одержали такую вот маленькую победу в девятьсот тридцать третьем году венгры осадили город мерзейбург потому что по их данным там находилась незаконно рожденная сестра императора вышедшая замуж за богатого человека его соответственно город можно было пограбить и вот все венгерские отряды просигнализировав друг другу вот этими вот огнями собрались мерзейбурга для того чтобы захватить город но на помощь сестре пришел император и увидев огромную императорскую армию венгры отступили причем бежали они так быстро что оставили и обоз и пленных это была такая первая победа серьезная победа немцев над венграми ну а конечно же окончательное поражение венграм было нанесено в девятьсот пятьдесят пятом году в знаменитой битве при реке при городе аугсбург или при реке лех тогда соответственно венгры тоже сагра собрали огромные отряды и отправились снова заданию и завоевывать германские территории но встретились с огромной армии германского императора и вот тут огромное примерно 10 10 тысяч до но тут нужно сказать что западноевропейские источники немножечко неверно дают информацию потому что согласно данным виду кенда у германского императора было 10 тысяч человек а у венгров было 50 тысяч человек но при этом он к этим десяти тысячам человеком добавлять было три тысячи швабов 2000 шви чехов тысячи там саксов и таким образом число уже получается не 10 тысяч а уже так слегка за 20 сюда вот поэтому можем сказать что примерно силы были одинаковы но столкнулись абсолютно два разных типа армии вот легкая конница венгрии и тяжелое хорошо организованное войско императора и конечно в этом противостоянии хорошо организованное войско императора нанесло поражение венграм тем более что венгры верные своей традиции как только одержали маленькую победку они зашли в тыл к армии оттона первого и сразу же начали грабить захватили обоз и грабить его да вот этим соответственно воспользовались мои начальники от он первый и конрад рыжий и венграм было нанесено сокрушительное поражение в плен попали три венгерских вождя шур лехель и бучу которые были повешены на деревьях как разбойники немцы еще немножечко поиздевались над одним из вождей над вождем лехом они предложили ему поиграть в его рог а он был известен тем что хорошо играл в рог и везде его с собой возил и вот согласно венгерской легенде он сыграл в рог а потом соответственно стукнул императора по голове этим рогом ну и венгерском фольклоре история продолжается так что он разбил конраду голову и конрад скончался но это соответственно а то на прошу прощения императору атону это не соответствует действительности потому что император скончался через 18 лет после описываемых событий но тем не менее это поражение венграм было самым крупным в плен попало огромное количество венгров которым отрезали уши и носы и вот отрезанные уши и нас и отправили вперед перед венгерским вот этим вот отступающим войском в назидание всем остальным но и вот после этого нападение венгров на западную европу прекратилось но и считается что вот битва при лике при реке лех стала рождением немецкой нации после этого венгер сконцентрировали свои интересы свои набеги на византию главная цель всех этих походов состоял в том чтобы получить дань но в принципе информации об этих военных набегах и походов не слишком много и сохранилась она в основном на но вот фольклорах и в каком-то вот византийских минимально византийских источников но есть разная информация о том что венгерские великие воины либо подобно олегу вешали свой щит на двери царьграда либо стучали своими топорами в двери царьграда либо побеждали греческих воинов-гигантов в поединке но вот тем не менее ни разу захватить константинополь венграм не удалось и последнее нападение на византию состоялось в девятьсот семидесятом году когда венгри вы венгры выступили союзниками русского князя святослава но тем не менее эти отношения с византии носили не только военный характер а можно их охарактеризовать середины десятого века как военно мирные отношения и вот мирные отношения скорее уже стали выходить на первый план во второй половине 60-х годов набеги венгров как на западную европу раньше так и на византии прекратились и венграм пришлось ограничиваться той территории которую они заняли раньше и там устраиваться об этом вот об этом периоде тоже довольно мало сведений но вот очень важные сведения оставил константин багринародный вообще очень мало сведений о том кто между арпадом кто из арпадовичей наследников и потомков вождя или верховного вождя арпада до гезы до князя гезы одного из очень таких важных представителей этой ранее венгерской истории фигурировал в этой истории так вот как только константин багринародный оставил такие сведения это благодаря вот уже упомянутого каталин булчу который пришел к константину пришел то есть пришел в византию в константинополь там он принял крещение был принят императором и сообщил вот эти сведения о том кто был у арпада сыновья внуки и только благодаря этим вот сведениям мы можем кое о чем говорить константин 7 багринародный византийский император с 913 года писатель автор ряда справочников в том числе трактата об управлении империи в котором излагаются основы внешней политики и дипломатии византии другой трактат константина о церемониях византийского двора посвящен описанию дипломатического протокола порядка приема и отпуска иностранных послов царстве константина седьмого багрянародного был заключен договор с киевским князем игорем сближение с руси выразилось в торжественном приеме устроенном княгине ольги в девятьсот пятьдесят седьмом году важно отметить то что после того как венгры расселились были разделены земли между племенами связь внутренняя связь между членами этого кровного союза который возник накануне обретения родины ослабли и ослабли ослабли позиции верховного вождя арпада и его преемников вот каталин уже говорила о том что набеги совершали отдельные вожди отдельные полководцы скажем так предводители отрядов а имена потомков арпада даже не фигурирует вот лель этот лехель булчо они среди всех прочих то есть никак совершенно не выделяются это как раз свидетельствует о том о том что роль этого и место этого главного племени мэдер и верховного вождя сократилась более того уменьшилась более того тут есть еще и другая правда сторона этой истории дело в том что как я вот говорила и в прошлый раз мы рассказывали о том что в этом племени во время господства хозяев хазер установилась двойное правление сакральный вождь и военный вождь и вот арпад хотя он принадлежал вместе со своим отцом вот к сакральным вождям он казалось бы в те времена не должен был остаться на верху власти а верховная власть должна была перейти к военному вождю которым был курсан но курсан был хитростью заманен немцами на какую-то пирушку и там был убит и поэтому остался один арпад и еще и такое вот этот случай и плюс еще очень умелые действия арпада обеспечивали им обеспечили ему верховенство а потом уже хазерская традиция все дальше и дальше отходила в прошлое и установилась единовластия значит один власть один вождь бывший кенды бывший сакральный вождь в руках которого теперь сохраняя сосредоточилась и административная и судебная власть но как я уже сказала он не был хозяином всей территории поэтому очень важно было после возвращения венгров из этих походов какое-то все-таки единство вернуть кто это мог сделать вот после аугсбургского сражения 19 1955 года один из немногих вернувшихся живым и здоровым с ушами но с носом руками и ногами был такшин один из потомков один из потомков арпада это был его был его правнук очевидно так вот о нем упоминают источники о нем упоминают и вот вернувшись именно этот такшин перестал нападать на германию более того немецкие источники сообщают что венгры настолько боялись немцев что отныне не решались нападать на немецкие земли более того они ограждали свои болотистые местности к чистоколом из бревен для того чтобы воспрепятствовать набегом ну то есть приходу немцев вот это как раз был такшин и как сообщают источники уже венгерские правда более поздние источники что он после аугсбургского поражения стал верховным кня верховным вождем у венгров этот такшин попал на трон ну еще пока не трон конечно в нашем понимании а стал верховным вождем по тому порядку наследования власти который был у венгров как и у других племен и народов распространенный порядок распространенный в то время как у нас кстати на киевской руси лествичный порядок то есть сначала братья от старшего к младшему а потом наследство приходит не к старшему вроде а потом значит вторая линия идет сын старшего брата и так далее так далее кузены потом значит когда этот круг завершается переходит к третьему кругу уже значит внуков арпада и вот подошла очередь таким образом и такшиня он после него власть должна была бы достаться уже он завершал круг и должна была достаться четвертому вот уже четвертой линии наследников наследников арпада но такшин поступил по-иному нарушил традицию он нарушил традицию и отдал престол отдал власть своему сыну которого звали гезой вот что касается этого периода правления такшини о котором очень мало известно то можно сказать следующее венгры действительно расселялись они постепенно переходили к земледелию чему учились у славян которых они покорили частью выселили в горы но частью оставили на прежних местах от этого времени очень много славянских терминов в венгерском языке связанных как раз вот с переходом уже полным переходом венгры земледелию слово лопат лопата свекла цикла ну и многие другие слова борона барана вот и это как раз свидетельствует о том что они стали активно переходить к земледелию но конечно же скотоводство еще продолжала играть очень важную роль в жизни и они у них были летние стоянки зимние стоянки вплоть до 15 века они переселялись из городов которые уже начинали и деревень которые у них уже начинали возникать переселялись за стены если там были городов шатры и там наслаждались свободы и наслаждались традиционным образом жизни это вплоть до 15 века сообщают об этом источники наметилась также социальное расслоение то есть наметилась и углубилась социальное расслоение потому что вот в походах участвовали те кто сохранял вот этот конный образ жизни именно вот из этих вот людей участвовавших походах из их предводителей сформировалась верхушка общества они возвращались домой богатонагруженные добычей а там их ждали те земледельцы у которых не было таких возможностей к обогащению то есть мы видим ту же самую историю которая была у германцев эпохи цезаря тацита и великого переселения народов та ситуация которая способствовала углублению социальной дифференциации в среде венгров поэтому значит вот уже к концу правления такшине у венгров сложились предпосылки для возникновения государства причем надо сказать что они начали складываться вот это социальное расслоение переход к земледелию то есть занятие земледелием они начали складываться еще когда венгеры были в северном причерноморье но когда они пришли на родину да еще и награбили за 50 лет много чего в византии и в германии у них еще больше к этому предпосылок возникло более того во время вот этих грабительских набегов они сталкивались с образом жизни который вели западные жители западной европы и кое-чему учились и это еще больше способствовало разложению первобытных отношений и складыванию вот такого общества в котором уже должно было появиться государство и вот что касается такшина то он уже не нападал на западную европу он старался поддерживать связи с восточными своими соседями например известно что в его правление это вторая половина 9 века венгрии появились магометане и поселились там они занимались торговлей и даже о них есть сведения что они появились где-то на одной из ярмарок в праге и там продавали товары потом вот эти венгерские купцы магометане появлялись и на дунае в переиславцы там где значит наш святослав хотел устроить свою резиденцию и столицу да и столицу вот и там они появлялись кроме того он сам был женат на какой-то восточной девушке то ли из хазар то ли из волжских булгар то есть вот еще одна связь еще одно свидетельство об его восточных контактах и наконец своего сына гезу он женил на дочери дюлы трансильванского дюлы дюлу уже стала именем это уже не титул не сан не должен его не военный вождь а дюла это уже имя и надо сказать что в венгерской вернее в трансильванской топонимике мы находим много таких топонимов в котором составная часть которых дюла дюла фегервар и так далее просто дюла город и вот дочь этого дюлы стала женой женой гезы и вот уже эта пара совершила много чего такого что мы можем считать основанием государства у них родился сын и штан который стал ну который считается традиционно основателем венгерского государства но это несправедливо потому что основы венгерского государства основы управления внешней политики взаимоотношения с соседями внутри государства это все заложил геза и поэтому вот время правления гезы а она относится уже к девятьсот семидесятому году когда умер такшин вот это время вплоть до его кончины в девятьсот девяносто седьмом году это очень важный подготовительный этап к возникновению венгерского государства гиза приходит к власти в девятьсот семидесятом году но он как и его отец его еще являются язычниками и поэтому именно согласно языческому обычаю его провозглашают князем поднимая на щите но несмотря на то что геза был язычником и сохранял свои языческие симпатии вплоть до конца своей жизни тем не менее вот венгрия в период его правления оказался очень сложной ситуации против венгрии ополчились ее бывшие враги византии и германия которые через два года после восшествия геза на престол 972 году заключили договор который в первую очередь был направлен как раз против венгров и вот этот договор был скреплен династическим браком и оказавшись между двух огней геза понял что единственное спасение для него это принятие христианства то есть это был такой прагматичный шаг он принимает христианство из политических соображений и вплоть до конца своей жизни он параллельно приносит жертвы языческим богам и посещает христианский храм и когда его за это журили и говорили ну как-то нехорошо получается он заявлял о том что он достаточно богат и силен чтобы позволить себе такое но естественно что геза старался огнем и мечом привить христианство венграм но это не всегда получалось активную помощь ему в этом помогала его супруга шарольта которая весьма специфически понимала христианство христианские священники говорили чтобы лучше она этого не делала то что получается еще хуже чем если бы она вообще просто язычество бы просто предлагала своим подданным но вот тем не менее именно с именем геза и его супруги связана политика 1 1 шаг по привитию христианство для венгров но конечно же наверное главной целью правления гезы было стремление объединить под своей рукой под своей властью все венгерские территории и он старался добиться этого и миром и войной и был достаточно безжалостен к своим врагам и поэтому не зря за гезой утвердилось такое прозвище кровавая рука и по свидетельству современников он убивал люди и десятками впадая в состояние гнева жена тоже была девушка весьма горячей скакала на коне и махала сабли и вот такая вот горячая пара принялась объединять венгерские территории и концу правления гезы значительная часть венгрии за исключением трансильвании признала власть гезы но тем не менее вот это единство венгерских территорий было достигнуто только террором и страхом перед личностью гезы никаких институтов власти никаких законов до которые должны были бы способствовать единению государства гезой создано не было но тем не менее по свидетельству современников геза исправно со всех покоренных им территории подчиненных себе венгерских территорий он собирал налоги подати и дани что превратило его в достаточно могущественном финансовом отношении правителя гезе удалось создать такую вот полу варварское государство в определенной мере единое за счет того что он провел целый ряд таких вот очень важных преобразований который продолжил и расширил его сын во-первых геза укреплял свои замки и поместья что по мнению современников говорил о том что геза не столько боялся нападения немцев и византийцев а он боялся именно мести покоренных ими им венгерских вождей поэтому вынужден был строить замки и вот как раз этот процесс а замкования говорит о том что процесс объединения страны шел кроме того он построил две резиденции что также говорит об укреплении королевской власти он построил с торгом исеки швейхервар и в одной из этих резиденций как раз и родился его сын будущий первый венгерский король и что кроме того геза привлек на свою службу огромное количество рядовых воинов из вот племенных ополчений и таким образом вот за счет прихода людей из других племен он пытался вот на таком человеческом уровне достигнуть единства государства кроме того он первым стал приглашать иностранных воинов и создал такую элитную тяжелую кавалерию куда входили немцы хорваты и болгары вот это был такой маленький отряд его сын создаст уже такое большое войско из иностранных воинов но вот тем не менее первый шаг был сделан именно гезой но и ко всему прочему геза почти не вел никаких воин с врагами с внешними врагами он поддерживал мир со всеми своими соседями и это позволило ему обратить все свое внимание бросить все свои силы именно на внутренние дела соответственно добиться мира со своими соседями ему удалось за счет того что вот оказавшись зажатым между византии и германия он сделал ставку именно на германию потому что на византию рассчитывать особо не приходилось потому что все последние набеги венгер совершали на византийцев у тех еще как бы память была свежа об этом и поэтому геза принимает христианство именно западного образца и способствует этому германский император атон который просит римского папу крестить езу и соответственно присылает будущего венгерского епископа бруна который занимается крещением венгерских территорий тот факт что был прислан а епископ от римского папы и позволял гезе демонстрировать свою и как бы настаивать на своей независимости от германского императора в 973 году император атон собрал в кведленбурге в своем любимом месте резиденции польского князя чешского князя пригласил и гезу тоже но и многих других властителей властителей да но ген за поступил очень хитро он приехал туда не сам а послал делегацию и поэтому вот современники расценивали эту встречу и был до слове благословение со стороны оттона как некое принятие в вассальную зависимость вот этих вот князей и подчинение ему а вот что касается гезу он лично не приехал было только его делегация которая так сказать не имела верховных полномочий и поэтому гезе смогло удалось сохранить и вот на том этапе и церковную некую самостоятельность хотя еще церкви не было венгерской и самостоятельность свою как светского правителя вот этот этот эпизод из его правления 973 года очень любят и венгерские историки сейчас современные упоминать но и конечно средневековая венгерская хронистика в разных видах воспевает вот этот мудрый шаг гезы причем он еще не был христианином 974 ну да он ну да но все-таки страна его уже там уже распространялся христианство я потом об этом немножко подробнее скажу в завершении сказать айгезе имеет смысл только то что вот благодаря его такой мудрой и хитрой политики ему удалось создать такое действительно полуварварское в определенной мере единое государство но и по мнению современников ему удалось сконцентрировать своих руках экономическую и военную власть и за счет этого достигнуть ну весьма высокого авторитета в государстве и это привело к тому что ему почти безболезненно удалось передать престол своему сыну иштвана да то эти тоже был второй случай нарушения традиции есть вечного права так вот я хотела сказать несколько слов о христианстве дело в том что венгерты были уже слышали о христианстве еще поскольку нападали на византию да даже еще при черномории когда были вот находят археолог археологи находят предметы которые они связывают как-то с венгровой эпохи пребывания при черномории где фигурирует крест вот но очень интересная интерпретить правильно наверное правильно интерпретирует что они не восприняли конечно еще христианство но хватали всякие тотемы всякие символы украшая свои значит свои вот эти ювелирные изделия которыми они и седла и там и колчаны и плащи украшали и попала так туда попал туда также символы христиан крест то есть они конечно не были чуждо христианство чуждо христианство а когда они попали на территорию венгрии то там значит такая история начинается дело в том что вот тренсильванские дюлы они поближе к болгарии они поближе к византии и у них значительно более тесные связи с византией вот я уже говорила болчу который ходил в византию и там крестился и многие другие вожди вот происходящие адюлы они тоже крестились и не только вожди но их окружение причем принимали вот восточ естественно восточное христианство но а это еще не было разделение тогда не было до вас точно и запад дело в том что ты все равно различие же конечно и 1054 году предшествовали два две схизмы которые еще не были окончательными но все-таки были уже очень серьезные разногласия которые вот так в кризис выливались и и такая также сопровождалось и укреплением политических связей между византией и вот этой трансильванией поэтому когда сначала так что не потом геза конечно геза раздумывали как же им быть и вот при гезе как каталин говорит действительно уже началась более интенсивно началось распространение внедрения христианства то гезов стал перед выбором он мог конечно принять восточное христианство тем более жена его была христианкой по восточному толку хотя каталин сказала что это тоже ее христианство было хуже варварство вот но дело в том что если бы он пошел к императору к византийскому с просьбой об этом то он был бы уже не первый на очереди естественно воспринимался бы как второсортный и никаких преимуществ приоритета никакого бы не получил перед лицом трансильванских правителей которые были для него главными соперниками и поэтому он был еще еще и поэтому он был вынужден обратиться к западному варианту христианство папе римскому да папа мария папе римскому но а кроме того конечно само положение тех земель которые получил арпа то его потомки им принадлежала средняя по дунаве самые жирненькие самые хорошие земли и земли к западу от дуная вплоть до того что сейчас австрия значительно западнее чем река лайта они даже смогли вот геза например воспользовавшись войной на западе он на короткое время смог даже мелко захватить это значительный такой религиозный центр города на дуна и вахау но ненадолго года на два всего но то есть вот и географическое положение располагала к тому чтобы все-таки на запад ориентировались и или и культурные и религиозные церковные и политические связи вот этих вот зарождающихся правителей будущего венгерского королевства и поэтому действительно вот геза наладил связи с западом и передал своему сыну пусть даже и нарушил традицию он заложил прекрасные основы для дальнейшей политики с его сына и штана под и что он родился тоже вопросы когда вопрос когда родился и штан самые разные даты называют он ну все-таки сходится на такой средней дате девятьсот семьдесят пятый год я не ошибаюсь девятьсот семьдесят пятый год причем и штан родился в эстергоме в одной из двух вот уже упомянутых каталин резиденции это говорит уже о том что геза осознавал ощущал понимал значение вот этой а замкования процессы замкования как мы знаем он характерен был для всей европы того времени значит венгрии не остались от этого в стороне и уже с самого начала сын геза оказался в особой ситуации неизвестно когда он был крещен родился он под именем вайк то есть но это имя тюркское тюркского происхождения даже как и геза также как и такшин что свидетельствует о том что в рядах венгерской племенной знати было двоязычие тюрк на тюркских языках они говорили и вообще было очень много связей таких родственных связей с тюркской элитой ну в составе которой венгрии жили до того как попали на свою вот будущую родину но он был крещён и при крещении получил имя и что надо сказать что когда бруно крестил гезу он ему тоже дал имени что он так что в семье оказалось два мальчика то есть два и штана но геза как каталин уже сказала все таки больше был привержен к языческим традициям и имя геза имеет что он не очень использовал а вот мы знаем вайка под именем все-таки и штана и вот самого начала значит и штан начал отправился вот в этом тоже в западном направлении жена его с собой привезла привела очень много рыцарей очень много клириков рыцари составили охрану и ближайшее окружение двора и гизеллы и и штана что же касается клириков то они начали активно еще более активно распространять христианство а самого и штана не известно кто крестил предполагается что адальберт чешский епископ который принял позднее мученическую смерть он совсем недолго был в венгрии и сам там не недолго занимался этой в миссионерской деятельностью но зато привел с собой очень много учеников которые потом помогли и штану в устройстве церковной организации венгерского королевства и штан начал свою деятельность того что решил что укреплял авторитет свой и власть внутри своей страны поэтому ему пришлось столкнуться с внутренними врагами и в тысяча двадцать восьмом году последний противник и что на айтань но был был покорен и власть и что на над всеми венгерскими территориями было установлено таким образом и что он утвердил свою власть в стране и начал заниматься государственным строительством но государственное строительство было бы невозможно опять-таки без покоя на внешних границах государства и поэтому и что он прилагает все усилия для того чтобы подружиться со всей европой и вот он использует такой весьма проверенный способ он заключает династические браки соответственно сам он был женат на баварке которая была сестрой германского императора одну свою сестру и что он выдает замуж за кабарского князя другую сестру за венецианского дожа а сына своего женит на венецианской на византийской принцессе то есть таким образом все соседи венгрии все соседи и что на находились с ним в родственных связях и вот такое спокойствие она внешних границах позволило и что на приступить к строительству венгерского государства первый шаг который он сделал относится к 1000 1000 году государство не могло быть языческим поэтому он обратился так глазит огласить легенда о жизни и что на есть три легенды жития и что она составлены несколько позже в 11 веке в начале 12 века и ну там излагаясь тем не менее основные события из-за его жизни так вот к сильвестру к правившему понтифику тогда сильвестру второму была отправлена депутация от иштвана который просил чтобы папа благословил его начинание распространение христианства чтобы он благословил его как короля и чтобы он благословил венгров для того чтобы они жили в мире в христиане как христиане ну и вот иштван получил королевскую корону по поводу получения короны в житие святого в легендах и святого святомышствования есть такая интерпретация дело в том и такая история дело в том что якобы в это время время уже находилась делегация от польского князя мешка с той же просьбой предоставить дать корону вот но им и папа был уже расположен к этому готов к этому но ночью ему приснился сон явился ангел который просил передать корону от имени господа венгерскому князю который вот так много сделал для распространения христианства и на следующий день сильвест второй так и сделал передал корону иштвану передал как бы передали ангелы поэтому считается венгерские традиции венгерской средневековой историографии что страна находится под покровительством ангелов они под покровительством римского папы это покровительство ангелов намного выше и поэтому венгри не зависят от папского престола надо сказать что лиштван святой смог добиться известной самостоятельности венгерской церкви от рима в отличие от многих других вот таких молодых христианских государей того времени корона была получена и с ней связаны очень много легенд и вообще корона приобретает огромное значение в истории венгерского государства возникла возникла не только легенда но и теория святой венгерской короны которая была перед передана венгрии самим господом богом богом и поэтому венгрия находится под покровительством бога вообще считается самого начала что она под покровительством девы марии находится и поэтому король представляет корону и в истории венгрии были такие периоды когда короля заключали например сегизмунда заключали в плен а феодалы правили от имени свято венгерской короной более того в венгрии сложилась такая ситуация что без коронации вот этой святой венгерской коруны и корон не считался законным коронация должна было быть обстоятельно но в тремя условий да именно эта корона должна была быть правда вот так а а руна потом должно быть в определённом месте до иископа совершенно верно хоть одно условия не надо и вернее вот не настоящий король и когда пресеклась династия арпадов в 1301 году началась борьба за корону то вот как раз они выполнение одного из этих условий препятствовало приобрести корону нового одному кому-то кому-то из претендентов но это была не та корона которую мы сейчас знаем и которую венгры сейчас очень почитают это было конечно совершенно другая корона другой формы а та корона которую считают святой венгерской она начала складываться где-то только в на в конце 11 века ее происхождение византийское греческое итальянское происхождение и она состоит из двух частей но это не так а рона надписью на греческом языке на другом да 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 это не та корона но тем не менее вот корона святая венгерская корона как символа венгерского государства какого бы происхождения она ни была есть то есть была на протяжении всего средневековья это действовало и только только в 18 веке эта теория стала подвергаться сомнению и иосиф второй венгерский король и австрийский император просвещенный монарх подверг все все это все это теорию сомнению более того он не короновался венгерской святой короны король в шляпе его называли венгры называли калопошка кирай вот за что его венгры очень не любили конечно так вот это было первое деяние и и что он начинает в венгрии устанавливать епископство церковную организацию 2 архиепископства 2 епископства монастырь и церкви все это возникло при и что не таким образом возникла самостоятельная венгерская церковь которую но создателем которым был и что дальше он создал королевские королевские комитаты систему королевских комитатов продолжил озамкование но разделил страну на 40 областей комитатов во главе в каждом в центре находился замок замок охранялся гарнизонами которые подчинялись непосредственно королю и это было чрезвычайно важно для укрепления власти короля далее именно и что но принадлежит создание первых законов два известно два сборника законов святого и что на и когда мы говорим о создателе государства мы всегда говорим о том что он создал законы поэтому вот эти мероприятия которые проводил и штан считаю ну на полном праве позволяют считать его создателем венгерского королевства и трагедия и что он заключается заключалась в том что его единственный наследник тоже святой тоже канонизированный впоследствии имры погиб еще в молодом возрасте в 1000 в 1031 году и у и что на не осталось других наследников а его ближайшие родственники которым вот один из его племянников которым он передал власть боролись за власть и в течение последующих 40 или даже 50 лет страну раздирали противоречия восстания языческие восстания настроение вот этого языческого населения использовали боровшиеся за власть короли среди которых были и язычники среди которых были христиане вот взять и штана абу шамоль за которую он выдал одну из своих сестер он принял христианство но на самом деле так же как и геза еще оставался язычником и подогревали язычников для того чтобы переманить на свою сторону вот эти претенденты на власть и так продолжалось вплоть до 1077 года пока к власти например наконец не пришел король ласло первый который тоже был впоследствии канонизирован ласло святой и вот он уже взял власть в свои руки он уже утвердил королевскую власть он расширил законодательную базу которая была создана основы которые были созданы и штана и таким образом судьба венгерского государства была окончательно решена и венгрия вошла на полном праве в состав европейского христианского мира а сейчас время нашей беседы истекло большое спасибо за очень содержательно интересный разговор я хочу с вами попрощаться а сами уважаемые телезрители мы совсем скоро увидимся вновь совершая путешествие в истории в поисках истины до встречи а а